Вот так вот собралась, но мне кажется еще раз быть за мухрышкой такой, да, с грязной головой, не накрашенной. Маркиза! Ну Маркиза, ну перестань, пожалуйста, меня довозить, ну сейчас просто дисквалифицирую тебя и все, выйди, все, кыш, 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 брысь, брысь, брысь. У меня Алиночка, кстати, научилась говорить брысь, представляете. То есть кошка в доме, это полезно, это разобивает. Итак, у нас сегодня с вами, скорее всего, будет постановочное видео и утренний кофе мужа за ваше здоровье. Это моя энергетика. В общем-то, мои дорогие, может быть банальные слова, да, я буду сейчас говорить. Ну дай сконцентрироваться, а ведьма. Это я любя, девочки. Так вот, мои дорогие, огромнейшее, огромнейшее вам спасибо за вашу теплоту, за вашу отдачу под моим прошлым видеоконкурсным. Я сегодня в очередной раз утром почитала комментарии и, боже мой, как это приятно, как это радостно, как это воодушевляет, как это вдохновляет. Было очень много, конечно, всего хорошего сказано в мой адрес, и я вас попросила в комментариях указать, каким видео я вас зацепила, то есть с какого ролика вы начали меня смотреть. И интересные-интересные ролики тут всплывали, и первые мои видео Эйван, да. И, конечно, я убедилась в очередной раз, что многие подсели на меня благодаря моим профессиональным, так скажем, видео, моим видео на гинекологическую тематику. Кстати говоря, я вижу, что у меня сейчас появляются новые подписчики, и для тех, кто смотрит меня впервые, девочки, меня зовут Таня. По профессии я врач-акушерогинеколог, я планирую возвращаться в свою трудовую активность, в свою трудовую деятельность. Это уже официально все, все будет нормально, мои дорогие, те, кто ждет, смотрит, думает, а что и когда такое произойдет. И у меня трое маленьких детей погодок, 6 лет, 4 года и 2 года, и не сразу, мягко говоря, дались нам эти дети, но такое имело место быть. Последние новости, хочу поделиться обязательно с вами этой новостью. Я просмотрела сериал «Контейнер», представляете, это сериал, который связан с суррогатным материнством. И я очень редко смотрю сериалы, какие-то новинки, новые фильмы, смотрю очень редко. Я в основном для фона ставлю фильмы, которые я уже давно просмотрела, чтобы они меня не отвлекали, чтобы создавали какую-то атмосферу, чтобы я вспомнила какие-то там, ну, ненароком посмотрев на экран сливизора, какие-то нюансы, да, там, возможно, о чем-то задумалась, так не взначай. Но, как правило, если это сериал, и если это российский сериал, то меня туда, знаете, за уши не затянешь. Почему? Потому что это мое личное время, и это как у Жени Гейн. Я, кстати, не понимаю, почему к Жени Гейн столько негатива сегодня она выложила пост в Инстаграме. Ну, там вот прям обсирают, реально, девочки, ой, как у меня хайлайтер переливает прям выигрышно сегодня. Я не понимаю, наоборот, нужно радоваться за то, что россиянка вырвалась, да, в нормальные условия жизни, да, живет сейчас в Штатах. Здорово, что она дает нам возможность посмотреть Гавайи, да, возможность посмотреть там какие-то американские Штаты, дает возможность посмотреть другую жизнь и дает понять, что такая жизнь, она возможна. Это ни в коем случае не реклама Жени Гейн. И как Женя Гейн не скажет, когда она открыла свои курсы, и ее курсы стоят на человека порядка 50-60 тысяч, и ей задали вопрос о том, что, Женя, почему такие дорогие курсы? Да, девочки говорят, потому что это мое личное время, и мое личное время, оно очень дорогое. И вот то же самое в моем случае. Личного времени у меня практически нет, да. У меня трое маленьких детей, и я стараюсь по максимуму именно отдаться детям, то есть побыть с ними. У меня муж, в конце концов, у меня кошечка. И да, в общем и целом, я считаю, что просмотр каких-то наноим сериалов для меня это очень дорого. И я лучше это время посвящу, еще раз повторяюсь, семье, либо самосовершенствованию, самообразованию. Я лучше поковыряюсь в каких-то программах, в телефоне, я почитаю институт. То есть я выполню такие манипуляции, которые в последующем помогут мне заработать больше денег для своей семьи. И вообще, что касается фильмов, то меня очень сложно чем-то удивить. И, как правило, это должен быть какой-то триллер, который ведет к всплеску адреналина в моем организме. Ну, короче, долгая история. Так, они не отходят главной темы, да. Что касается сериала «Контейнер», давненько вышел этот сериал, и, ну, достаточно неплохие на него отцевые. Я знала, что там муссируется тема суррогатного материнства, и я посчитала просто своим долгом посмотреть этот сериал. Тем более, я скачала приложуху ОКО по своему же промо-коду, там активировала бесплатную подписку премиума, но не в этом суть. В общем, у меня была недельная возможность посмотреть вот этот сериал в то время, когда мне удобно. И еще один такой момент, ой, все, начинай руками махать. Там в главной роли Акиншина Оксана, не Оксана, я могу ошибаться, меня она чем-то прельщает. Чем-то она мне нравится вот своим стержнем, что ли. Мне нравится вот каких героев она играет, мне нравится ее роль в «Спутнике», между прочим. И один единственный момент, один единственный вопрос к современным российским сериалам и фильмам. Я не слышу озвучки, то есть что-то там с звуковоспроизведением я не совсем понимаю, что говорят главные герои. Напишите, у вас есть такое или нет, может быть у меня какая-то глухота, но мы смотрим, как правило, вместе сможем. И он отмечает, что да, это действительно так. Этот сериал я досмотрела. Там, по-моему, 8 серий, либо 7 в первом сезоне. Конечно, напрашивается второй сезон, который я обязательно посмотрю. Были такие моменты, что я смотрела какие-то серии прям в захлеб, допустим, с 3 утра до 4 утра. Мне прям захватывало все это дело. И не могу не отметить игру некоторых героев. Например, Игорь как сыграл, да, я не знаю, кто там по-настоящему играет. Но вот эта актерская игра Игоря, да, вот этого ЗК, это, конечно, что-то с чем-то. У него такая харизма, он меня прям покорил, серьезно. Киншина, конечно, само собой мне понравилось, как сыграла. В общем и целом, знаете, на 3 с плюсом. Марина мне понравилась, как сыграла. Мне понравился тот факт, что все это дело показывается в современном мире, в современном времени. Мне понравилось, что показали Рублевскую жизнь такой, но практически, какая она на самом деле есть. Что касается людей, которые подготавливали, именно продумывали образ о Киншиной, суррогатной матери, то у меня к ним небольшие вопросы, потому что, в принципе, ее можно было бы изобразить более правдоподобнее в своей беременности. То есть, как-то, я не знаю, шевелению показать, вот внутриутробное как-то вот, ну, какую-то дублершу, да, подобрать. Потом походочку заменить, грудь сделать более такую беременную. Возможно, там как-то наложить отеки, там, я не знаю, вот беременной ауры, беременного духа Киншиной, конечно, не хватало. Да, меня порадовал тот факт, что показали клинику, да, московскую, где наблюдаются суррогатки, как они обзываются в фильмах. И там муссировалась еще тема ЭКО, которая, в принципе, я считаю, с темой суррогатного мастеринства никак не связана. Да, ЭКО иногда помогает именно подсадить эмбрион, да, при помощи экоцентра корпоративного творения все это дело образуется. Но психологически вот эти моменты, вот эти нюансы, они, на мой взгляд, абсолютно разные. Ну, знаете, там муссировалось отношение церкви, религия к ЭКО, там люди, там, с плакатами стояли, мы против ЭКО, ЭКО, там, вред, и так далее, и то подобное. Что касается моего отношения в профессиональном плане, как рычаг, акушер, кинеколог, и к суррогатному материнству, вы знаете, я не имею ничего против. Потому что чисто с физиологической точки зрения для женщины беременность – это нормальное состояние, это заложено природой. Другой момент, каким образом все это дело достигается, там, путем экстра корпорального оплодотворения, там, или, там, какими-то другими механизмами. Но вы знаете, к суррогатному материнству к нему прибегают не просто так, от нечего делать, да. И это вам не однополые браки, в которых рождаются дети. И вот я категорически против, конечно, однополых браков, и этого не понимаю, это неправильно, это противоестественно. И суррогатное материнство в России и в разных странах – это немножечко разные вещи. Понятно, что это удовольствие только для зажиточных семей, это небюджетное удовольствие. А в России суррогатное материнство – это все, тоже ничего не помогает, когда вот, ну, никак не получается забеременеть, и все методы, способы опробованы. Либо женщина чисто физически не может забеременеть, либо ей нельзя, там, либо у нее нет матки, да, не дай бог. Либо вот соматические заболевания прямо не позволяют, вот забеременеешь и умрешь. А на Западе там это все дело более как-то развито, к этому проще относятся. Вот, например, Ким Кардашьян, да, у которой пять либо шесть детей, и последние детки от Сурма. Своим личным наблюдением, и все-таки я какое-то время проработала, например, уже консультации, порядка семи лет, и плюс я общаюсь с коллегами, с верстниками, да, не только. Хочу сказать, что в Мордовии суррогатное материнство особо не развито, и если кому-то что-то нужно, они уезжают куда-то в Москоу-Сити, да, там куда-то подальше, с глаз долой, потому что, ну, Мордовия, это, по сути, такая большая деревня, и лучше, чтобы никто ничего не знал. Но у нас в Мордовии сейчас широко развито донорство, это донорство яйцеклеток и донорство спромтозоидов. Да, кстати, я отошла от темы контейнеров, что, например, напишите, если смотрели этот фильм, как он вас зацепил, не зацепил. Насыщенный такой сериал, да, в части какой-то непредсказуемый, я не ожидала, серьезно, там, насчет каких-то развязок, и я буду смотреть продолжение. Вы знаете, в этом ролике я хочу поделиться своим отношением к экстракорпоральному оплодотворению и к проблеме бесплодия. Я считаю, что я имею на это право с позиции многодетной матери, которая длительное время ждала своего первенца, первенства. Говорила тысячу раз, с пятого дубля получилось сказать правильно. И если вы на меня подписаны давно, то вы прекрасно знаете, что первая беременность у нас срывалась, и у меня, конечно, свое введение подобных нюансов, именно с точки зрения врача-акушерки Николка. Вы знаете, у меня на канале есть видео, в котором я показываю, как нахожусь в перинатальном центре перед появлением Мишутки второго ребенка, второго сынишки на свет, там послеродовое отделение, там выписка туда-сюда, и я говорю в день выписки, что девочки, рождение ребенка, это счастье, рожайте, 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 рожайте. В детях смысл жизни и до сих пор. Мишутке у меня пятый год, и вот пятый год под тем роликом идет срач на тему, Аня, что ты говоришь? А если мы не можем иметь детей, то тогда что, жизнь прекратилась? Знаете, там очень разноплановые комментарии по этому поводу, я стараюсь туда не лезть, лишний раз не смотреть, и в этом во всем деле нужно семье либо женщине определиться, хочет она ребенка по жизни, хочет она изменить свою жизнь, делать ее более яркой, прожить ее заново, потому что реально с ребенком ты проживаешь жизнь заново, либо ты с ним мучаешься, ты видишь праздники с ним абсолютно по-другому, либо ты ставишь табу на деторождение, ты этого не хочешь, и потом просто срываешься на всех, что ой, у меня не получается, я сделала все возможное, и жизнь заново. Мы до появления нашего песенки, первенца, порядка семи лет, да какой там семи лет, там, наверное, все десять лет, потому что и до свадьбы мы, вопреки всем предрассудкам, мы были не против появления ребенка в нашей жизни. Мы вдоволь нажили с мужем для себя, то есть мы себе ни в чем не отказывали, мы делали ремонты, мы ездили каждую неделю в кафешки, нас, мне кажется, знали во всех рольных, во всех бургерных, во всех ресторанах, мы дважды были в Тае, у нас были супер какие-то продуманные, там, ППшные покупки продуктов питания, у нас была дорогая одежда, у нас был дорогой автомобиль, и нам есть чем сравнить, да, и вот в нашей жизни появилось трое детей, конечно, мы во многом себя ущемляем, во многом себя отказываем, но счастье, оно сейчас, оно вот прям здесь и сейчас, то, что было до появления детей, это все такая лажа, вот как говорит современная молодежь, такая вода, реально работа на унитаз. Я помню прекрасно, Новый год накануне, и у тебя лежит путевка в Таиланд, да, с мужем, и ты не то, что не рада, у тебя нет какого-то задора, что ли, нет какого-то тонуса, нет смысла бытия, представляете, и сейчас, да, Новый год на носу, вот, настоящее время, да, и детки спрашивают, мама, какую елку мы купим, мама, где наши игрушки, мам, достань мне шуру, и мы уже вчера начали наряжать дом, и вот в этом счастье, и когда тебя кто-то спрашивает с появлением детей, ну, вы что, поедете на море, и ты отвечаешь, что я поеду этим летом кукухой, вот, и смеешься от этого и получаешь реально удовольствие истинное. Если вы хотите иметь детей, если вы жаждуете этим, если вы ночами спите и видите маленькую дочку, либо маленького сыночка, это нормальное желание, это правильное желание, и идите к своей цели до конца. Идите по обходным путям, пролазите через окна, стучитесь в закрытую дверь, все будет. Поверьте, никакие кошечки, никакие собачки, Маркуша, иди сюда, никогда не заменят вам ребенка, это не то, понимаете. Да, это внимание, это забота, но это совсем абсолютно другое. Я, как врач, как многодетная мать, считаю, что если у женщины не реализовалось материнство, если она не выносила беременность, если не родила ребенка, женщина должна познать радость материнства, пройти через вот эти все пути. Суррогатное материнство и приемные дети, это исключение из правил, да, давайте не будем их гуссировать. Что у меня с камерой, что-то нажало. Что касается процедуры ЭКО, то я считаю, что люди просто грамотно не подкованы в этом вопросе, многие боятся этой процедуры, там, ой, чего я не вынесу, я не выдержу, я там помру. И опять возвращаемся к истокам, нужен вам ребенок или не нужен вам ребенок, и тем более сейчас процедуры ЭКО делают в естественном цикле, представляете, пунктируют яйцеклетки, и ЭКО это практически та же самая беременность, просто зачатие, оно происходит вне организма, потому что, к сожалению, да, медицина такая развита, гинекология такая развита, генетика развита, акушерство развито, но до конца проникнуясь вот в эти азы формирования жизни, люди еще не научились, там, столько черных пятен, даже черных дыр, я вам так скажу. Поэтому зачастую пара идет на процедуру ЭКО с причиной неустановленной, то есть все нормально и у него, и у нее, а дети не получаются. На моей практике, кстати, ЭКО зачастую являлась элементом лечения, то есть несколько попыток было, да, у семейной пары ничего не получилось, а потом появляются собственные дети, то есть происходят какие-то сдвиги в организме, да, на каком уровне, одному Господу Богу известно, и потом появляются дети, естественно, зачастые, да. И другой момент, я не буду его касаться, отношения церкви к ЭКО. Да, церковь против, я как врач, я думаю, что многие акушер-гинекологи разделят мою позицию, я не вижу никаких обоснований не делать ЭКО, когда у вас не получаются дети, а уж религиозный какой-то момент обсудите со своим духовным наставником, да, и сейчас, возможно, в современном мире все, даже развенчивают, и ЭКО разрешают, поэтому это на вашей совести. Так, вернусь к теме ЭКО и отмечу этот факт, что программа ЭКО позволяет вступить в себя большинству количеству бесплодных супружеских пар, если позволяет здоровье женщины, да, если у нее есть матка, если позволяют соматические заболевания, если это таковые есть, и если женщина находится в репродуктивном периоде, и то в менопаузе, то есть неправильно, в премиенопаузе еще как-то чего-то возможно, если уж есть такое, что ну никак яйцеклетка не вырабатывается, никак яичники не откликаются на стимуляцию, никак вот не может врач пунктировать яйцеклетку, то тогда предлагают донорские яйцеклетки, и то же самое, если с материалом мужа, если у него там все чисто, все пусто, то предлагают материал донорский. Тоже, тоже очень интересный психологический аспект, да, когда вот донорские яйцеклетки, либо донорские сперматозоиды, получается, что ребенок наполовину не ваш, либо я знаю такие случаи, когда и яйцеклетка донорская, и сперматозоиды донорские, то есть получается генетически вообще не ваш ребенок, я знаю такие пары, которые воспитывают двойню, и даже тройню, представляете, и женщина это все делала в наше, знаете, даже в наше, оно очень сильно сближает ребенка и женщину, и тут уже опять возвращаемся к исходному вопросу, нужен вам ребенок, либо не нужен вам ребенок. Но если получилось так, что программа ЭКО, многократная программа ЭКО, не принесла результата, если нет денег на сурмаму, если нет вообще никаких сил уже на эти бесконечные процедуры, манипуляции, то я считаю, что нужно задуматься о взятии, об усыновлении ребенка из детского дома, к сожалению, наряду с проблемами бесплодия, вот всегда так было, всегда, нормальная пара, любят друг друга, блин, ну не получается здесь, вот ты хоть тресни, а вот какая-нибудь алкашка, да, которая там и курит, и пьет, и от наркотиков не отказывается, вот беременеет как кошка, это о чем говорит девочке, что нужно расслабленно идти по жизни, нужно заморачиваться по пустякам, потому что, боже мой, у меня вообще сначала была эта бесконечная учеба, потом я устроилась на работу, и все внутри вот так вот дрожало, и я вот сейчас думаю, Аня, почему, из-за чего ты вообще переживала? что вообще происходило? И что касается усыновления, удочерения детей, да, к сожалению, груднички оказываются в детских домах, прям вот мамы рожают в роддомах и уходят, убегают, отказываются. Когда я проходила практику, интернатуру, то мы дежурили, и ночью родила женщина двойню, то есть сама она забеременела, родила двух мальчиков, мальчишки красивые такие, с темными волосами, с хорошим весом, беременность доношенная. Представляете, она ночью сбежала, эта женщина, и, ну, потом ее, конечно, милиция нашла, полиция, но она написала потом отказ, двое мальчишек остались. И как показывает практика, опыт, в том числе личный, у нас, ну, я сталкивалась с бесплодными парами, которые вот в старости остались вдвоем, обеспечивали племянников, племянниц, там, кошечки, собачки, деревяшки, кубики, стекляшки, да, это так уж из детских мультиков, они все равно невольно задумывались, и мне кажется, до сих пор они задумываются, почему мы не взяли ребенка из приюта, потому что, опять же, если ребенок нужен, если не нужен, то тут даже, не хотите заморачиваться, как говорится, да, тут даже говорить нечего. Бытует мнение, что ребенок из детдома как-то вот себя не так ведет, он вот в разнос уходит, девочки, все зависит от нашего воспитания. Дело в том, что к приемным детям все равно нет вот такой безусловной любви, нет, не сработал вот этот инстинкт, вот этот рефлекс. То есть, чтобы брать ребенка из приюта, вы должны взвесить все за и против, потому что это ответственность, которая лишена вот этих природных инстинктов, и сможете ли вы воспитать ребенка правильно. Понимаете, не всегда приемные дети идут в разнос, не всегда. Посмотрите на какие-то звездные западные истории, да, слушайте, у кого там приемный ребенок, который родил и принес своей маме уже внука, который радуется. Слушайте, это не Алена Апина, это, конечно, не Запад, но напишите, пожалуйста. Знаете, я уже наметала глаз по женщинам, у которых нет детей, я могу их из толпы прям выделить. У них другие ценности, они не радуются мелочам, они какие-то все вот зацикленные на чем-то, на своем, на всем, что угодно, но только не на ребенке, не на любви, не на радости какой-то, да. И я давно на Ютьюбе, и со мной рожала основная масса блогеров моего возраста, да, и остались блогеры, которые вот сейчас бездетны, им где-то 40 плюс-минус, да. Я понимаю, что я вот смотрю их влоги, блоги там, называйте, как хотите, и я прям вот как-то, не то, что отталкиваюсь от таких девочек, мне их реально жалко. Реально жалко, потому что вот эта вся жизнь, она вся впустую, и, конечно, всплывает вопрос о том, что там Маша, когда дети, туда-сюда, там у тебя же муж, неважно, муж есть или нет. Тут, конечно, разные отмазки всплывают, и зритель до конца не узнает, что там на самом деле происходит, сколько было программ ЭКО, и что вообще там муссируется, да, на семейном совете. Я просто хочу сказать, что ЭКО, оно сплошь везде и рядом, и даже вот по блогерам, ну, дело в том, что, ну, как бы я сама блогер, да, и кому, о ком мне вам рассказывать, как не о блогерах, да, смотришь там некоторых, ой, мы там 12 лет жили, мы не хотели детей, а тут мы съездили там в Германию, да, и вот у нас получаются, получился ребенок, просто вот святые источники, святые места. Нет, девочки, тут нужно смотреть, зрить в корень, как говорится, да, еще раз подчеркиваю, не бойтесь этой процедуры, идите к своей заветной цели, потому что без детей жизнь бессмысленна, что у вас не теряйте свое драгоценное время, потому что ЭКО получается, ну, результат у этой программы, у этой процедуры, получается далеко, ну, зачастую не с первого раза, если с первого раза, это просто счастье какое-то неземное, и нужно отвести время на вот эти вот все подготовки, какого там своя тоже динамика, движения, так скажем, да, со стороны женщины, со стороны отца, нужно умудриться забеременеть, нужно оставить время на то, чтобы выносить эту беременность в протяжении 9 месяцев, и вам нужно быть в силе для того, чтобы воспитать этого ребенка, остаться в силе после родов, потому что чем старше женщина, тем тяжелее все это дело дается. Ну, и по поводу бесплодия, несколько слов. Если вы хотите ребенка, и пробуйте, не получается, давайте договоримся, не получается полгода, чем старше супружеская пара, тем меньше должен вот этот быть промежуток времени. Полгода не получается, сходите к гинекологу, сходите к гинекологу-репродуктологу, к гинекологу-эндокринологу, кому угодно, главное, чтобы ты был грамотный специалист. Ну, идите, что ли, отсюда? К сожалению, констатирую такой факт, что гинекологов сейчас пруд пруди, да, на каждом углу платные клиники, бесплатные клиники, но толково найти своего специалиста, которому можно довериться, то есть найти своего гинеколога, стоматолога и парикмахера, это смысл, это один смысл, смысл в жизни, знаете, целей, так скажем, и задач. Что, мои дорогие, на этом я, наверное, буду заканчивать свое вот это вот видео, очень откровенно, между прочим, потому что у меня-то и морковка тут начала сходить с ума, но информации я дала для размышлений очень-очень много, я очень надеюсь, что этим роликом я кого-то воодушевлю, кого-то сподвигну на какие-то действия, встать и чисто вот банально записаться на прием гинекологу, девочки, не ждите с моря погоды. Я всем желающим иметь детишек желаю скорейшего обнаружения факта беременности, желаю вам полосатых тестов на беременность, если вы уже беременны, желаю вам легкой беременности, быстрых безболезненных родов, желаю, чтобы детки были здоровы, желаю, чтобы ваши мужья вас обожали, любили и носили на руках, и просто будьте счастливы. Все, спасибо за внимание, услышимся в комментариях под роликом, и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok